Мы повинны больше ведать один про одного и обмениваться профессийным опытом. Про это ишла говорка у Минску на первом фестивале региональных телекомпаний Беларуси и России «В образ часу». Фестиваль отбылся у межах третьего форума регионов братских краин. Фильм телерадио компании «Могилю Беларусский Петербург» с цикла «Знаемые и незнаемцы» стал ратом конкурсу и выкликал ширый интерес сярод российских журналистов. Сейчас есть возможность собрать все яркие события области и показать это так, как хотелось бы для зрителя той же самой Могилевской области. Поэтому это здорово. На конкурс региональных телепроектов журналисты братских краин дослали полсотни работ. Лепшиеся, родяки Беларусский Петербург, телерадио компании «Могилю» отримали у знагороды. Теплогим лавриатом награждается РТЦ телерадио компании «Могилю». Могилевская область, Республика Беларуси. Мы послали одну из своих работ. Это такое расследование белорусского следа в Санкт-Петербурге. И очень здорово, что заметили, очень здорово, что понравилось. На самом деле тематика российской и белорусской, она очень широкая, потому что связи много, особенно культурных. Поэтому вот эту тему мы подняли. Рады, что она оказалась звучной. В худшем часе убежать программы могилевских журналистов смогут цели глядачей России и Беларуси. Союзный канал ТРО почал новый проект. День у эфира канала идут лепшие программы и фильмы отповедного региона. Чарготель радиокомпании «Могилев» на початку липеня. Термены связаны с героичной обороной Могилева. Конечно, буйническое поле, когда мы не сможем обойти эту тему, тем более, что мы неоднократно снимали на этом поле и недавно были в Могилеве для того, чтобы своими глазами увидеть это место. Конечно, этой теме будет особое внимание. А также и социальным программам, и патриотическим фильмам. Все то, что вы предложите, будет на союзном телеканале. Татьяна Ларина, Юрий Алласол, Новинирегион.